То, что они подтасовали и вывели 0,9% голосов с этим преимуществом на первом месте кандидата власти, не отменяет того факта, что власть практически проиграла. Народ увидел, что власть можно подвинуть выборами. И это большая победа грузинского народа, победа грузинской демократии. Победа грузинской демократии над олигархом, над инерцией, над отсутствием надежды, над цинизмом. И даже в маленькой стране, где осталось жить меньше 4 миллионов человек, к сожалению, потому что много людей выехало. После того, как я уже не нахожусь власти во Грузии, на фоне того, что у нас есть олигарх, у которого личное состояние оценивается больше, чем государственный бюджет страны. На фоне того, что массовое обнищение людей идет, и вроде легко людей покупать, и даже их пытались запугивать, народ сказал, что да, мы маленькая страна, да, у тебя больше денег, да, ты пытаешься нас запугать, да, нам очень трудно, и часть от населения можно купить, но у нас все равно есть достоинство, и все равно мы владельцы своей страны, а не ты, олигарх, или кто за ним стоит. Это огромный успех, и я очень горд своим народом. Это победа народа Грузии, и самая большая победа нашего народа еще впереди. Насколько неожиданным для вас стал такой результат? Абсолютно ожидаемым, я это предполагал, я это говорил много раз. Я включался в день по 23 месяц в Грузии через скайп. Вот что сделал Иванишвили, он практически составил меня, покинул в страну, он посадил главных лидеров нашей партии, на долгие сроки под надуманным обвинением. У нас вообще нет денег. Вы понимаете, что я представляю партию, у которой вообще нет денег. Почему? Потому что мы ничего не украли. Я в свое время, будучи президентом Грузии, при котором бюджет Грузии увеличился в 10 раз, экономика страны выросла в 4 раза, без нефти и газа. Я принял для себя сознательное решение, что я не делаю денег, и мое окружение не делает денег. Мы уехали, я живу где-то на съемной квартире, мои министры работают на ручных работах на строительстве, кто-то работителем, кто-то чем-то. Есть те, которые советники важных правительств и так далее. Но в целом обычные люди, ни у кого нет денег, ни у кого нет возможности, Иванишвили решили, у него есть миллиарды. Ваш ад, кстати, так и говорит, мы партия бедных, мы движение бедных. У нас вообще нет денег. И вот при полном отсутствии денег. При, в принципе, полном отсутствии административных ресурсов у нас нет ни одного поставления. Даже главы села, не то что там мера города. Вот при всем этом народ перешел на эту сторону. И это и есть чудо-творная сила демократии. Знаете, когда я один раз передал власть мирно, у нас была полнейшая полната власти. Кстати, я категорически не согласен с тем, что я готовил для себя пост премьера. Не считайте, вы меня путаете, наверное, с Путиным и Медведевым. Посмотрите на меня, я Михаил Саакашвили, я полный антифот Путиным и Медведевым. Это не я придумал, это так звучало эта версия много раз. Извините, кто это осучивает, он полный дегенерат и ублюдок. Потому что только из-за того, что я никогда был, только из-за принципа, не оставляя в сторону все остальные вещи, я бы никогда не поступил как Путин. Я не Путин. Я все, что не есть Путин. И потому Путин не может про меня забыть, потому что я... При вас началась конституционная реформа с передачи президентских полномочий к парламенту. Я верю в парламентскую систему, мы не будем ее менять. Я считаю, что парламентская система, она правильная, демократичная, чем президентская система. Я не верю в систему сильной руки, это полная чушь собачья. Потому что народ должен... Более того, я верю в систему прямой демократии. Парламент, это даже вчерашний день. Я верю, что люди должны электронным голосованием сами выбирать, решать все главные политические решения. И, кстати, современная технология электронная позволяет принимать первые решения. Как только мы сменим власть в Грузии, мы не только... У нас будет парламентская система. От парламентской системы мы очень быстро перейдем к прямой демократии, когда все главные решения будет принимать народ. А не будет оглядываться на парламентариев, губернаторов, президентов и так далее. Почему? Потому что, когда ты выбираешь кого-то на 4-5-6 лет, то это ты говоришь, все-все, ты уходи в отставу, в сторону. А вот эти твои люди будут вместо тебя не умнее, они будут принимать решения. Это же позавчерашний век. Современные технологии позволяют народу самому принимать решения. Может быть, запускать ошибки, но самому менять эти решения. И это у нас будет в Грузии обязательно. Но что касается того, что я передал власть мирно. У меня было... В этом никто не стремится. Это вообще один из прецедентов на постсоветском пространстве. Это даже не ставится под сомнение. Я год пробыл президентом, так что у нас была как бы охапитация, при которой они сажали моих людей, всячески меня притесняли. Но я ненавидел каждый день, когда я находился на президентском дворце. Но я выдержал этого, потому что для института это было важно. Сейчас, но Грузия так и не стала до конца демократии. Я тогда говорил, что Грузия станет до конца демократии, когда власть сменится дважды. И вот сейчас власть меняется второй раз. Поэтому сейчас как раз и есть дипломный экзамен выпускной грузинской демократии. Я думаю, что грузинский народ сдаст его на отлично. Сейчас ее не шеремитается, покупает. Чего вы ждете от второго тура, от результатов? На самом деле, если я правильно понимаю, явка, она в развитых демократиях, явка на президентских выборах обычно выше, чем она была на первом туре в Грузии. Там около 45%, если я не ошибаюсь. Есть ли здесь опасность, что на самом деле придут еще другие люди, явка вырастет, за счет этого кандидата в власти может во втором туре начать набирать. Как вы видите эту ситуацию? Нет, в Грузии явка не была низкая, просто в Грузии гораздо больше избирателей зарегистрированы, чем есть на самом деле, потому что люди выехали. За 9 лет моего президентства, 79 лет больше людей возвращалось, чем выезжало. За время правления в Анишуи, 4,5 миллиона человек, выехало еще 750 тысяч. Самые туда способные грузины выезжают, к сожалению, и этот процесс пока что принимает необратимый характер, если мы не вовремо не распрощаемся с этим олигархом. Поэтому тут ситуация очень простая. Активность была достаточно высока, но многим людям сказали, что нет смысла голосовать, потому что Ивани Шири все равно сфальсифицируют. Сейчас на первом туре люди поняли, что не проходят штуки олигархов, все равно не будет фальсификации, все равно народ способен победить. И это такое чудо. На второй тур придет гораздо больше людей, как раз тех, которых Ивани Шири заставил оставаться дома теми аргументами, что никакой смысл будет. Вот это типичный цинист постсовка, что нет смысла выбора, все равно за тебя решат. Вот сейчас народ Грузии точно знает, что их выбор принадлежит им. И это уже полдела. Дело мы закончим, и, надеюсь, в этом месяце уже, когда Вашадзе станет пятым президентом Грузии. Действительно, это очень красивая супружеская пара, потому что жена, ну, примабалилина и большого, и большого театра, и нью-йоркского балета. Я в свое время из Нью-Йорка, когда был в Нью-Йорке, специально попросили их приехать в Грузию. Они приехали в Грузию холодную, холодную, буквально в смысле холодную. Не было отопления, не было света, вообще не было никакого финансирования. И с нуля выстрелили грузинский балет, который сейчас ничуть не хуже по репутации, чем ведущие трупы мира, по гастролю по всему миру. А он был человеком, который в свое время сам ушел из советского МИДа в 88-м году на гребне перестройки. У него были большие... Все считали, что он ненормальный, что он антисистемный. Он начал... Как бы он отдалился от системы, но он хорошо знает эту систему. Поэтому, когда у нас было состязание с ведомством господина Лаврова, потом по поводу того, что Лавров бегал по всему миру и подкупал лидеров разных там островных государств, чтобы они признали так называемую независимость наших оккупированных территорий, Вашадзе такой рукопашный бой устроил. Так здорово. С очень ограниченными ресурсами справился с очень опытной российской дипломатией, потому что у него был талант, у него был опыт. Он понимал все секреты внутренней российской кухни. Поэтому в этом смысле его можно сравнить, например, с маршалом Аннергеймом, который был российским генералом, но потом нанес поражение Советскому Союзу, с маршалом Пылсудским, который был российским офицером и разгромил большевистскую армию. Вашадзе знал все секреты российских действий. Потому что сейчас Россия очень открыто поддерживает, ну, с Косачева выступают, там разные эксперты. Российские спецслужбы, по тем данным, которые у меня есть, получили задание активно поддерживать Сурабишуль. Например, в последние несколько дней мою электронную почту постоянно ломают, и я сразу узнаю стиль коллег некоторых ведомств и спецслужб. Коллег господина Путина из Москвы, значит, за мной бегают, там снимают какие-то видео и так далее. То есть Россия подключилась в полную месяц через спецслужбы. Кстати, я хочу предупредить российские спецслужбы. Мы сейчас создали международную комиссию, мы пригласили в Грузию несколько международных экспертов, так что, ребята, вам мало не покажется. Я изучал ваше вторжение в американские выборы, у меня есть большой опыт вашего вторжения в 2012 году Грузию, так что сейчас мы привлекли лучших специалистов по гибербезопасности, людей, которые, журналистов. И мы на основе вашего вмешательства, вашего выбора, сделаем такой кейс, что у вас будет, вам добавится еще огромное количество санкций, я вам устрою штучку хорошую. Я уверен, что российские спецслужбы точно это услышат. Я призываю вас, вам не нужны лишние неприятности. И так вы обожглись то в Голландии, то, кстати, мои друзья расследовали ваше дело в Голландии, и я первый знал до того, как они обвели по телевизору, и то в Англии, там тоже я кого-то знал в Америке, многих знал, которые вас расследовали. У меня есть свои связи. Не надо опять свое рыло к нам высовать. Давайте занимайтесь своими делами. Или, правда, занимайтесь более важными странами. А мы разберемся сами с собой. И я уверен, что у России с Грузией будет хорошее отношение. Не надо вот этих истерик. Я вот сейчас хотел спросить про отношения, но сначала я хотел вас спросить о ваших собственных личных планах. Но вот когда, если ваш адзе становится президентом, вы вернетесь в Грузию? Знаете, я вернусь в Грузию без его президентства и с его президентством. Это не связано напрямую с друг другом. Они сейчас, эта власть пытается это сделать, что вот это в Ашаде, он имеет право на помилование и на выдачу паспортов. И тогда Саакаши. Я не считаю, что я, вместе со своей командой, создатель современного грузинского государства. Он точно не будет с этим спорить. Это и его же тезис в том числе. Я записался уже в истории, хотя бы моей страны, если не всего региона. Посмотрите, Францис Пукуям про эти лекции читает в Снэнфорде. И поэтому, и это, кстати, признают и многие российские эксперты. И я с этим соглашусь. Да, поэтому, независимо от того, кто будет президентом Грузии, я в любом случае, когда захочу, когда народ в Грузии этого захочет, приеду в Грузию. Я никогда не буду просить президентского помилования у Ашады, потому что оно мне не нужно. Как только Ашады будет президентом, и Иванишири уберется от власти, то грузинские суды сразу освободятся от политического пресса. И я думаю, что они сами решат эти вопросы. Но эти выборы не про мое помилование, не про мой приезд. Я понимаю, но все равно ваши личные планы интересны. Просто интересно все-таки сейчас... Я приеду обязательно в Грузию, в Украину. Я продолжу свою деятельность в этом регионе. Я очень хочу освободить страны этого региона от олигархического, ну прямо скажем, гнета. Это иначе не называется. Когда маленькая группа людей делает вообще посмечащие самой системе демократии, экономики. Когда все монополизировано. Когда все контролируют помощью, под контролем масс-медиа, прокуратуры, особенно они увлекаются прокуратурой и органами безопасности. Когда они просто имитируют выборы, просто покупают на камеру, скупают класса или через подкуп, или через разные методы влияния. И когда они потом идут и по всему миру рассказывают, что они демократии. Никакая не демократия, это олигархократия, это криптократия. Она и в Грузии такая, и в Молдове такая, и в Украине такая, и в других постсоветских странах такая. Один раз и навсегда надо с этим закончить. И поэтому я есть один из лидеров движения против этой криптократии по всему этому пространству. И, естественно, я буду, особенно по Украине и Грузии, и я буду продолжать. То есть вы вернетесь в грузинскую политику? Вы будете в ней принимать? Вы из нее как бы не уходили, но физически вас не было в Грузии. Я вот перед тем, как вам включится, только что включился несколько тысяч человек в четырех разных местах Грузии и грузинами за границей. Современная технология позволяет. Это раньше было, что Ленину надо было идти, Ленин Польши, через Финский залив надо было еще идти, Хельсинки и так далее. Сейчас не надо идти через залив, не надо рисковать, чтобы попасть в прорубь куда-нибудь. Можно спокойно включиться через скайп, видите, как современные технологии это позволяют. Мы можем спокойно эти вещи делать, мы можем спокойно общаться с нашими избирателями. И это как раз их подкосило, они рассчитали. Знаете, из Украины меня выслали тот же день, когда в свое время Советский Союз выслал Солженицына. И Солженицы выслали, все про него, ну кроме узкого круга, в Советском Союзе забыли. Так вот, меня выслал из Украины, сейчас, например, моя партия, по последним опросам, которые провели американцы, спокойно проходит парламентский барьер и заходит. Партия без присутствия лидеров, без денег, без масс-медиа. Но мы проходим и в Украине парламент. Поэтому мое влияние, оно везде присутствует. И я, конечно, должен, обязан конвертировать это влияние в конкретные результаты против олигархата для быстрого развития этих народов. Я обязан народу Украины и народу Грузии это сделать. Теперь вы сказали, что обязательно наладится отношение между Россией и Грузией. Вот вопрос, как это произойдет. Вот тот же Григол Вашадзе в интервью коммерсанту летом говорил, что Россия, признав независимость Южной Осетии и Абхазии, сделала неотменяемый шаг, из которого выхода уже нет. Потому что отменить свое решение она не может. И никакое правительство, грузинское, никакое не пойдет на переговоры с государством, признавшим независимость этих территорий. Какой выход вы видите из этого? Как это будет происходить теперь? Как можно наладить отношения? Ну, конечно, они сами себя загнали в тупик, но им надо находить самый выход. Я, когда еще сразу после войны, я в одностороннем порядке инициировал отмену визовых ограничений для поездки российских граждан в Грузию. И сейчас около миллиона российских туристов везжают в Грузию. Я сам в начале, когда их было совсем считано единицей, встречал их на границе хлебом с солью. Потому что у нас не должно быть проблем с обычными российскими гражданами. Я общаюсь с вами, с российскими журналистами. Я был открыт для... Ну, если это не прямые агенты, какие-то там спецслужбы, а такие тоже имеются на официальных каналах, то со всеми другими я общался и так далее. То есть, поэтому у меня нет проблем общения с российской аудиторией. У меня нет проблем, как вы видите, с русскими языком, особенно у Григола Вашады, тоже нет этих проблем. Но из-за того, что мы владеем языком, и, кстати, могу я цитировать российскую литературу гораздо лучше, чем большая часть, наверное, российских лидеров, но это не означает, что мы поступаем с интересом своей родной страны. Наша страна также достойна уважения, как любая другая суверенная страна. Мы не позволим, чтобы с нами общались как с карикатурными грузинами, которые только способны развлекать, ублажать и на карачке становиться, когда нам хозяин приезжает с севера. Нет, мы на равных готовы дружить, но, конечно, это основано на признании нашего суверенитета над территориями, откуда выгнали большую часть населения. Конечно, оно будет связано с некоторым изменением в Москве, это не мое дело, но оно, конечно, связано с нами. Как только будет серьезное изменение в Москве, я думаю, и на официальном уровне проблемой будет. Даже когда не было изменений, мы через последнее число Соединенных Штатов и Швейцарии, в последний год моего президентства, добились соглашения с Россией в обмен на признание наших официальных границ, ПИС-признание как раз по участку, так называемой Южной Осетии и Абхазии, на наших международно признанных границах, Россия признала, что это наши таможенные границы, это с помощью американцев и швейцарцев. Даже тогда мы договорились, что наши товары пойдут, поедут в Россию, и это не соглашение, это я лично подписывал это соглашение, и мы добились, чтобы наши товары пустили обратно в Россию. Но даже когда до этого Россия набила эмбарго, мы не пропали. Мы диверсифицировали наш экспорт, наша экономика быстро возрастала, поэтому надо понимать, что грузинский народ, он все, что не убивают, оно укрепляет, он расстроен положительно ко всем, кто расстроен положительно к нам. У нас нет никаких предрассудков, мы открыты, но одновременно мы теряем время, потому что вырастает новое поколение грузин, они уже не говорят на русском языке так, как я говорю, они уже никак не связаны, их менталитет с этим пространством. Они, Европа, она без виза, без виз пускает. И об этом всем я предупреждал российских коллег в 90-х годах, в 2000-х годах. И поэтому мне кажется, что просто сейчас время работает против влияния, даже положительного для себя влияния Москвы. А наша страна в любом случае будет развиваться. Наша демократия показала свою жизнеспособность, она еще больше, так кажется, это во втором туре президентских выборов. И я думаю, что нам будет с кем-чем поделиться нашими демократическими друзьями в России. Конечно, мы желаем успеха и развития демократии народу России, и мы желаем, чтобы у нее были хорошие соседи, не соседи, которых они застарают себя бояться, а которые были бы, чтобы появились причины, за что можно уважать Россию. Сейчас, к сожалению, у нас нет таких причин, особо потому что у нас отнимают территории. Вы считаете, что в обозримой перспективе эти изменения, вот серьезные перемены в отношениях между Россией и Грузией станут возможны, что это можно увидеть на горизонте? Вы сидите в Москве, а я сижу сейчас в Европе, поэтому вам виднее. Но мне кажется, что любой народ хочет жить в свободе и в достоинстве. Ни один народ не хочет жить под кем-то, тем более под одним человеком и под одной группой. Сейчас у России есть у нас кандидат совершенно четкий, которого они открыто поддерживают. Соломя Зурабишвили, хоть она по рождению францужинка, но член ее семьи Элен Кароль-Донкова, это главный спикер Путина во Франции. Значит, она в свое время сделала россиянам одолжение, когда она была министром Миностана, пролоббировала создание антирористического центра для россиян в Грузии, что было против национальных наших интересов. Вот это какой-то своеобразный троянский конь. Она говорит, что ее идеал как дипломата – это Лавров. Хотя, вот еще раз говорю, она вроде ни слова не говорит по-русски, но вот она восторгается Лавровым и хочет идти в арваты российской политики. Я хорошо знаю по-русски, говорю по-русски. И в Волшаде вообще долгое время жил в России, но они за независимую Грузию. Поэтому надо выбирать, друзья, внимательно. То, что какую-то там полуумную францужинку сделали фавориткой сейчас в Москве, это не означает, что она победит. Сколько можно ставить на неправильный кандидат. Опять Москва ставит. Опять какой-то Касачев говорит, что оказывается, он будет недоволен, если я появлюсь в Грузии. Так кто спрашивает? Некого Касачева, пусть он всегда себя в зеркало обосмотрит, поеду ли я к себе домой, виноградник или нет. Какое его, извините, собачье дело. Поэтому это, конечно, возмутительно, но он какой-то генерал КГБ, и он думает, что если он там в Швеции его в своем время резидентом назначили, то он знает весь мир. Так вот, Касачев, ты мой дорогой, и поеду я к себе виноградник, тебя не спрошу. И ваших экспертов я не спрошу, и ваши каналы я не спрошу. И извините, но вашего шефа тоже не спрошу. Но при этом мы готовы, если вы готовы признать наше право на развитие, и развиваться, и с вами делиться счастьем своего развития, и не создавать проблем, если вы будете уважать наши границы, наше будущее, наше право на выбор. Я думаю, в конце концов, так и будет, когда у вас тоже будет серьезное преобразование. Вот и все, что я хотел сказать. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok